Всем привет, с вами Йети, и сегодня мы разбираем одно из древнейших видео на канале Папы Смита. Казалось бы, что там может быть интересного, но на самом деле оно действительно заслуживает своего внимания. Давайте посмотрим. Всем привет вновь! Злой Папа Смит и мой брат Вадюха Кузнецов. Это под впечатлением. Мы сейчас качались, с Вадюхой делали свою многоповторку. Ну, запомните, многоповторку мы делали. Раскачались, я раскачался до 47, он, как всегда, до 50, банка, блин. Видимо, Папа Смит про возраст, потому что, ну вот, судя по видео, не совсем его банка как-то соответствует 47 сантиметрам, учитывая, что мужичок не прям там 2 метра ростом. Я думаю, что там сантиметра 42, может быть 41. Ну ладно, не суть важна, скорее всего он про возраст. А вот у его брата, как он сказал, да, довольно внушительная бицуха, там, может быть, есть что-то наподобие 50. Ну да, может быть, вполне там 47-48. Ну, запомните, эта информация дальше вам пригодится. Раскачались, я раскачался до 47, он, как всегда, до 50, банка, блин. И сейчас проверяем, как всегда, свой e-mail. И, о, какая новость. Вконтакте мне присылает послание один из моих учеников или фанатов, как хотите называть, и мне было это очень приятно. Валик, представляешь, он присылает мне и говорит, дядя Влад, посмотрите на то, кто подтверждает ваши слова многоповторки. Я начал смотреть видео черного братана, который мега популярен, который сделал стейтмент, что заключение многоповторки. Вот все-таки, ты знаешь, что тебе приходят уже нелестные комментарии по поводу того, что ты химик или не химик, и что с тобой можно накачаться в любое состояние, поскольку ты химик, и поэтому на тебе работает многоповторка. Я этим дебилоидам говорю, что я чистый, я делаю многоповторку, я раскачиваюсь, чувствую себя прекрасно. Они говорят, что я химик тайный. Причем, пару раз назад я написал этим генеем, знаешь, что я написал, я вам плачу 5000 евро, приезжайте сюда, при свидетелях я сдам все анализы, там, на сперму, на кровь, на это, в допинг-центре московском или государственном. Вы проплатите, составим контракт, все это откроем, а публично обнародуем, если вы... Ну, на всякий случай скажу, да, что вполне возможно, что у папы Смита такая форма держится и в натуражку, учитывая то, что у него все-таки ядра поделились. Когда-то он выступал в молодости по бодибилдингу, набрал довольно большое количество мышц, соответственно, я думаю, что вот такая форма, она могла, в принципе, чисто теоретически сохраниться. То есть, ее можно поддерживать, учитывая, что у него уже большое количество ядер и так далее. Поэтому он вполне может быть чистым. Если найдете во мне допинг, я вам заплачу 10 тысяч евро, но если вы проиграете, сука, не обессудьте. Потому что деньгами... Я вас пристрелю. Деньгами я не удовлетворю. Что ты думаешь? Они сразу пропали. А один дебилок, знаешь, что написал? Тогда надо брать анализы на креатин-многогидрат. Ты знаешь, что я дебилок? На креатин-многогидрат, что я использую. Наверное, у него считается допинг. На чем говорить. Так, без допинга здесь не разберемся. Имба Энерджи. Сухой энергетический напиток, который повышает концентрацию, внимание и продуктивность. Изначально был разработан для геймеров, но его можно использовать в виде претренировочного комплекса, так как состав очень похож на то, что сейчас есть на рынке. Имба Энерджи продается в виде порошка. Достаточно удобно, что можно взять пакетик и растворить на 300 мл. для получения идеального сочетания вкуса и бодрости. Кстати, мне он напоминает Юпи. Кроме того, на выбор есть разные вкусы. Вишня, яблоко, киви, малина, мохито, клюква. Его можно использовать во время тренировки или работы, когда важно сконцентрировать свое внимание. Имба действительно очень приятная на вкус. Рекомендую к употреблению. Заказывайте по ссылке в описании. Ну, что ты хочешь сказать по поводу подпечатления малоповторки и многоповторки? Ну, вы скажите. Понимаешь, я много читал, да, то, что мне пишут в адрес, то, что пишут тебе, да. Немножко меня это обижает. Не в плане того, что, знаешь, мне казалось, что нас окружают намного более умные, разумные люди. Интеллектуальные. Интеллектуальные, да. Понимаешь, но каждый пишет всякую хрень. Почему вы считаете, что я там химик или что-то? Вы что, стояли рядом со мной, когда я вгонял в себя шприц с каким-то препаратом? Ну, вообще, конечно, нет, но просто вот есть какие-то общие стандарты. Например, обычно в человеке не задерживается такое большое количество воды в дельтах, в руках. Ну, она там просто не нужна организму. Зачем ее задерживать? В таких масштабах. Какой в этом смысл? Ну, и крови, там, объем плазмы, он не настолько большой у человека, который тренируется натурально, поэтому вены чаще всего не торчат. Это так, чисто несколько пунктов из головы, не обращая внимания, конечно же, на бицуху в 50 см, как они говорят. Ну, судя по всему, в принципе, тут даже Шреддер курит в сторонке, у которого 45 см всего лишь рука. Тут вот у человека 50 см, так что, я думаю, можно вполне после этого поверить большинству людей, что и Шреддер натурал, и, в принципе, даже Фищук натурал, ну и многие другие спортсмены, о которых вы постоянно спорили, натуралы они или нет, если вы поверите, что Вадюха натурал, то после него будут натуралами абсолютно все, все фитнес-блогеры, которых вы сейчас знаете. Давайте дальше смотреть. Или ты вгонял его мне, или вы помогали мне это делать. Если вы позавидовали величине моего члена, это ваша проблема. Найди причину в себе. Соси дверную ручку своего туалета, если ты завидуешь мне, понимаешь? Не надо... Вот единственное, что меня здесь удивляет, что Вадюха-то ладно, он чушь полнейшую несет, но папа Смит сидит и одобрительно улыбается. Он что, действительно, тоже считает странным, что, как бы, многие люди считают Вадюху химиком. Ну, хорошо, давайте допустим, что Вадюха не химик. Ну, тогда до каких размеров вообще можно в натуражку-то накачаться? Ну, до каких? То есть, сколько это должно быть? 100 сухих, 120 сухих? Где граница-то в таком случае? Что, действительно, странным кажется, что кто-то может признавать Вадюхе химика, что он настолько ничтожный результат имеет, что никак нельзя подумать, что он химичит. Или как? В чем суть? Это, действительно, кажется странным. Это, действительно, зависть, когда люди видят огромные руки огромного раздутого мужика, которого распирает во все стороны, то есть, он водянистый, в нем огромное количество жидкости. И в организме, как правило, именно в мышцах, вот в натуражку, не запасается такое количество воды, как бы странно это ни было. Под кожей, наверное, может запасаться у людей, у которых проблемы с почками и так далее. Ну, да, есть разные болезни, может, там раздувает в каких-то случаях, но в мышцах вот вряд ли оно будет держаться в таком количестве. Что, собственно, вам подтвердит любой человек, который сидел на химии, а потом с нее слез. Вода не будет держаться у вас в натуражку в таком количестве. Ну, поэтому вот как косвенный признак того, что человек химик. Конечно же, для людей, которым это с самого начала не было очевидно. Но я сомневаюсь, что такие сейчас смотрят это видео. Ладно, давайте дальше. Считать, что тот человек, который сделал на два повторения больше, чем ты, значит он химик. Это неправильно. Можешь рассуждать, но ни в коем случае не осуждай. Понимаешь? Задай вопрос интересующий тебя, спроси, тебе расскажут. Если тебе это не интересно, не задавай. Не хочешь услышать ответ на свой вопрос, сиди молча и завидуй молча. Понимаешь? Давайте порассуждаем. Бицуха 50 сантиметров, воды огромное количество, просто нереальное, лицо дико отечное. И тут можно подумать, наверное, что человек либо химичит, либо его просто сильно покусали пчелы. Потому что других объяснений этому всему нет. Но я не знаю, опять же, какого должны быть размеры пчелы, чтобы вызвать такую реакцию. Но предположим, почему бы нет, если человек утверждает, что он действительно натурал. Потому что немного обижает. Я устал отвечать каждому, что я питаюсь 10 раз в день, исключить 4 часа в сутки. Я завязал. Тут, скорее всего, все правильно. Человек действительно считает, что нужно жрать 10 раз в день, но спать при этом по 4 часа. То есть, это режим, которым можно все оправдать. То, что такие результаты выдающиеся человек получает. Действительно, спать 4 часа в день, это, наверное, пойдет на пользу большинству людей. Ну ладно, будем надеяться, что он все-таки перепутал. И он питается 4 раза в день и спит 10 часов. Тогда, в принципе, все клеится. Хотя, конечно, не факт. Давайте дальше смотреть, может он раскроет эту тему. Тогда, по сути, папа Смит наконец-то додумался, что хотят услышать-то люди. Люди задают прямой вопрос в комментариях в основном. Так ты химик? Ты по-любому химик. Ну, утверждение, да? Поэтому ты растешь от многоповторки, от того, что ты работаешь с маленькими весами. Но человек вместо этого не говорит, что он не химик, например. Он просто начинает резко переключать ваше внимание и говорить о том, что у меня тяжелый образ жизни. Какой-то там суперстрессовый. Что же мне остается делать? Мне что, детей своих убить? При чем здесь это вообще? При чем здесь бросить свою жену и своих детей? Ты о чем? Тебе просто написали, ты химик или нет? Или там, ты химик, утвердительно сказали. Зачем ты уходишь от ответа на вопрос? Так ты скажи уже в конце концов, химик ты или не химик? При чем здесь зависть к тебе? Ну, не завидуют люди билдерам. Так не происходит. Завидуют сейчас богатым людям, успешным людям. Карьера в бодибилдинге, в России тем более, она вообще никакой роли не играет. Ни в чем, по сути. Она не даст возможности даже себя содержать. Не то, что там свою семью. Ну, ладно. Возможно, действительно, кто-то завидует работе тренера до конца жизни. Среднестатистического. Потому что это максимум, что светит, если у вас крутая форма. И нет каких-то дополнительных навыков, которые сейчас хорошо монетизируются. Ну, не будем размышлять на этот счет. Наверное, человек действительно так думает, что сейчас все завидуют именно этому. Хотя, возможно, в 2016 году так и было. Но сейчас, в принципе, говорят то же самое. И я сомневаюсь, что это говорят люди, которые завидуют химикам. Ну, говорят в утвердительной форме, что на фарме легче тренироваться с маленькими весами и расти. Значит, наверное, так оно и есть. Хотелось бы какие-то доводы услышать в пользу того, что нет, на самом деле, натурально все-таки и надо работать с маленьким весом и в большом количестве повторений. Но пока мы слышим только какие-то оправдания. Ладно, давайте дальше двигаться. Мышцы, бугры вот эти, это называется гипертрофия. Мышечная гипертрофия, потому что мышцы воспалены от того, что они сокращаются. Он их дрочит. Понимаете, когда член дрочит, он встает. Вот если вам простым языком непонятно. Вот я вам объясняю, так же и мышца возбуждается. Смотрите, насколько у него возбудились мышцы просто. У него дельта уже с голову размером. Вот насколько же они там воспалились-то внутри? И почему у него воспаление по всему телу, это в принципе нормальным считается? Надо его куда-то отвести. Потому что это действительно жесткое воспаление. Ну, он, наверное, в полтора раза больше, чем должен быть. Если вы делаете свои вонючие 4-6 повторений, даже 10, вы ни хрена мышцу не задрочите. Она у вас не вспухнет, не гипертрофируется. И не смотрите вы на Сарычевых, на Сидорычев, в которые приходят все наши друзья. Это другой уровень. Это ребята, которые занимаются определенно силовыми видами спорта. У них совершенно другой подход. Да, они здоровые, но вы не забывайте, что у них еще существует и генетическая предрасположенность. Они все подблежатые 2 метра, ребятки. Ну, вот тут максимально странно, что он говорит, нельзя, короче, вырастить мышцы, работая с большими весами на мало повторений. Потом он говорит, да, есть такие случаи, но это силовой тренинг. И у них другой режим работы. И к какому выводу вы должны здесь прийти? То есть можно в итоге, получается, накачаться? А, ну, у них генетика типа, они высокого роста, они под 2 метра ростом. А на Олимпии, что самые накаченные люди, это те, кто под 2 метра ростом? Что-то я не наблюдаю. По-моему, вообще на Олимпии люди свыше 190 появлялись крайне редко за всю историю бодибилдинга. Один из 15, наверное, ростом под 190 сантиметров. Все остальные, средний рост 175 сантиметров. Можете промониторить за последние 10 лет всех участников Олимпии, все они низкорослые. Так вот, каким образом вообще можно связать рост человека и способность расти от работы с большими весами или от работы с маленькими весами на большое количество повторений? Где это написано и откуда это высосано вообще в принципе? Что высокому человеку, так как он генетик какой-то, ему нужно работать с большими весами, с предельными. Это опять же странное утверждение. И вот по выражению лица Вадюхи, кажется, что он все это улавливает, понимает прекрасно. Чувствует, что информация достоверная. Сидорыч весит 137 килограмм, извините. Не потому, что он такой, понимаешь, красивый, 3 раза штангу поднял по 350 килограмм. Хотя и это было, но это уникум мы. Это не есть 90% популярности в народе. Нет, многоповторка растит мышцей. Закончил. Что он сейчас сказал? Ну-ка за оно. Сидорыч весит 137 килограмм, извините. Не потому, что он такой, понимаешь, красивый, 3 раза штангу поднял по 350 килограмм. Хотя и это было, но это... Так а почему он тогда весит-то? То есть он многоповторкой дрочился в итоге или что? Или он веса все-таки поднимал? Так он же из этого... Ну, он стронг, он из силового направления все-таки вышел. И пауэрлифтер он в том числе. Так что чем он в итоге-то занимался, я до сих пор понять не могу. И это было, и то было. Так конкретно от чего Сидорычев вырос? Он рос во время того, как занимался силовым экстримом. Наблюдая за его деятельностью немножко, я просто помню, что бицухи у него и тогда были огромные. И мышцы были огромные. Да, генетика определенно. Но мышцы-то росли от работы с большими весами. Ну и в принципе стронгов там и пауэрлифтеров тяжей. Ну, довольно мало, у которых мышцы отсутствуют вообще под ноль. Такого просто не бывает. У всех как-то вот набираются мышцы все-таки в малоповторном режиме тоже. Почему же это не сработает-то на определенной категории людей тогда? Уникумы. Это не есть 90% популярности в народе. Нет. Млагоповторка растит мышцей. Закончить что-нибудь еще. Закончить то, что я надеюсь, меня услышали, да? Я надеюсь, что я не буду встречать... У него давление резко повысилось. Смотрите, сколько вен вылезло. Вот неужели папе Смиту непонятно, что если этот человек в натуражку, то с ним что-то не то. Потому что вены лезут по всему телу. И у него, как я уже говорил, повторюсь, огромное количество воды в организме. Сделайте с ним что-то, пока он не умер. Я не могу встречать в отзывах глупых вопросов, как, что и почему. Я просто тренируюсь, парни. Если у вас что-то не получается, задайте вопрос, я вам объясню. Я со всеми общаюсь на уровне, на вы. Понимаете? Если вы начнете делать, как делаю я и как я советую, поверьте мне, вы увидите результат, который вас интересует. Химик кто-то, не химик. Что он там жрет, протеины замешивает 17 раз в день или 3 раза, это его личное дело. Так что... И ребят... Да, вот все свелось в итоге к тому, что это личное дело каждого человека. Так вопрос. Видео 2016 года. Я сейчас обращаюсь к аудитории Папы Смита, если кто-то из таковых смотрит. Так вот, вы в 2016 году примерно узнали, что нужно многоповторку делать. Кто-то из вас в итоге докачался до таких размеров, как Вадюха? Ну, кто без химии тренировался? Кто-нибудь из вас дорос до такого размера, в принципе? И вот эта вот формулировка такая размытая, типа, вы там наберете столько, сколько нужно будет. Что значит нужно будет или сколько вы захотите. Ну, вот как Вадюха кто-то стал по факту? Нет. Ну, просто ни одного человека нет. За 4 года можно было что-то сделать. Похожее хотя бы, да? Ну, потому что за 4 года уже нужно видеть какие-то результаты. Я вам так скажу, результаты будут, да, но есть натуральные результаты, а есть результаты с использованием АЭС. И с использованием АЭС они немного поярче. Килограмм так на 15 будут. Когда вы задаете вопросы, ну, поимейте совесть, прежде чем вы задаете какой-то вопрос или еще патчи, учите на моей странице или на странице Вадика кого-то что-то делать. Не знаю, кто я такой в прошлом, например, или кто он. Ну, грибаните хотя бы на 10, на 15 лет назад. Посмотрите, что такое фамилия Кузнецов. Что он там делал, он делал или я делал. Может быть, какие-то титулы где-то были. Потому что, ну, доходит до абсурда. Какие-то... То есть, это как раз по логике Папы Смита должно доказывать, что они оба тренировались в натуражку и набрали такое количество мышц на малоповторки, да. То, что у них есть соревновательный опыт. В бодибилдинге же все в натуражку-то выступают. Действительно, это много чего доказывает. Биллы просто без аватарок, понимаешь. Они вот плюются там, хамят и тому подобное. Потом оставляют камень, типа такой, а сколько тебе лет, а? Наверное, тебе столько. Ёб твою мать, ты на моей странице, сука, заходишь, даешь мне советы, ты даже не знаешь, кому ты обращаешься. Что говорит о том, что ты имбецил. Имбецил это в переводе означает, ну, дебил или дебилоид, или что-то в таком роде. Или как это там называют, тролли. Ну, просто будет удаляться. Не загрязняйте атмосферу, не мешайте другим людям получать полезную информацию. Вот. А просто мы сейчас скачнулись, у нас адреналин поднялся. А в завершении нашей речи, ваш любимый афроамериканец, у которого сейчас за 4 дня миллион просмотров на российской странице, потому что наши русские качки любят его смотреть. Это соратник плюшевой бороды, а я бы сказал, даже сын его, да? Так вот, посмотрите, что он говорит про вас. Мало повторщиков. Ему тоже все достали, так же, как и вы достали нас. Вот, посмотрите. Как же меня заебали эти батальоны, толпоебовцы, скоро их ловить начнут. Ебли, серьезно, и мне, блядь, бог, а я из СССР, там, или на ИСИ, ебаный, в рот ИСИ, бог. Посмотри на Филипка, на видео и в Брисе, он хуячит 20 повторений и не больше. А на Руни Колман, да лясик хуячит 12 и больше. Блядь, да посмотри на любого топового в прой, и хотя бы на фитнесиста, они хуярят много повторку. Вы сидите с милым личиком и развесили уши на всяких ебаных толпоебов, которые базарят, что многоповторка только для химиков. Когда я отмотал срок, я выглядел лучше, чем 99% из вас петарасов, отжимаясь по 500 раз каждый день, без веса. А вы думаете, что это пиздеж? Многоповторка накачивает кровью, выделяет, блядь, вены и растягивает, блядь, фасцию. Поэтому, накачивая мышцы кровью, вы освобождаете. А мы вам оставим остальное видео для вашего личного просмотра. Ну, по сути, шах и мат, в принципе, афроамериканец всё доказал. Как раз этот человек действительно со слабой генетикой, ну, по нему, в принципе, было заметно, наверное, да? Не то, что Сидорычев, там, Сарычев, у которых крутая генетика. Это явно какой-то дрищ в прошлом, у которого никаких мышц-то и не было, и генетики точно у него никакой нет. И тем более, он не использовал никакую химию. По нему, что видно, что он химию, что ли, принимал? На самом деле, это аргумент из серии, знаете, остановить Мерседес С-класса, вытащить оттуда чиновника какого-нибудь, чтобы он рассказал, что на прожиточный минимум можно вполне нормально-таки существовать в России. Вот примерно из этой же серии объяснение. Аргумент, конечно, железный. Взять человека с крутой генетикой, афроамериканца, который сидит на фарме, для того, чтобы доказать, что многоповторка работает на натуралах. Это высочайший уровень доказательной базы просто, который, тем более, там, два слова связать без мата не может, но это ладно. Это сейчас все ученые, в принципе, на таком языке разговаривают. Доводы действительно просто железные. Давайте дальше смотреть. Сколько это для вас авторитет, а для кого-то, Вадюха, и я не авторитет. Поэтому не смотрите нас, смотрите вот этого чувака многоповторщика. И задавайте ему глупые вопросы. А ты на химии, братан! Смотрите, аж на трицепсе вена торчит. Просто вот по всему телу человек усеян венами. Да натуражка сразу видно. Человек натурально тренируется. Личное дело каждого, как говорится. Человек 4 часа спит, 10 часов ест. Что-то там личной жизни нет или есть личная жизнь. Я так и не понял в итоге, как у него там все обстоит. Вероятно, он пошлет вас, как он сказал там по-русски, перевели. Я даже не буду это говорить, хоть и говорят, что я злой. Вот и почитайте. А остальным людям, авторитет, как это, адекватным. Большой привет от нас. Мы продолжаем свой канал. Ждите новых выпусков. Будет много интересного. Спасибо огромное, что вы нас смотрите. Мне приятно, что наши подписчики увеличиваются в количестве. Очень приятно. Очень много приятных отзывов и позитивов. Будет много тренировок. Всем привет, пока. Папа смеет. Очень приятно было обосрать вас с ног до головы, навешать вам лапши на уши, не ответить ни на один вопрос на самом деле, химичит кто-то или не химичит в итоге. Ну и, конечно же, добро пожаловать на самый натуральный канал на российском ютубе, где самые натуральные результаты были продемонстрированы. Ну, думаю, здесь даже объяснять нечего. Вот 4 года назад были даже люди, которые с такой формой заявляли, что они натуралы. Ну и, кстати, Кали Масл тот же, да? Он тоже говорил, что он натурал на самом деле, тот, кого они показывали. Сейчас, по крайней мере, уже люди более адекватными стали. И уже, по крайней мере, вот таких людей они не считают натуралами. Осталось совсем немного времени, и у людей до конца откроются глаза, и уже примерно каждый будет чувствовать по каким-то косвенным признакам, кто мог натурально так накачаться, кто нет. Хотя это будут такие пограничные случаи, когда сложно определить. Но, по крайней мере, вы теперь знаете, что 110-120 сухих килограмм, когда у человека очень много лишней воды в теле, ну, нереально, к сожалению, иметь в натуражку. И вот такие торчащие вены. Это неестественно. И это невозможно сделать. В принципе, на этом всё. С вами был Йети. До новых встреч. До новых встреч.